Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok технических средств, которые зафиксировали его скорость, ну типа больше. Я скажу, что он ехал меньше. 30. Да. Ну, ты понимаешь, в этом случае или нет? Да. Ну. Хорошо. Я понял. Все, понял. Хорошо, писать, когда то есть, там у меня есть бумага. Хорошо. Хорошо. Хорошо, давай я тебе наберу, дойдем до этого, я тебе наберу, хорошо? Ну, какой-то ехал, я добул. Остановили. Того, что вы обогнали. Ага. Хорошо, хорошо. Да, я буду, у вас прошу ходотайство про розгляд справи за місцем проживания по 268 статті Кодекс административних правопорушень, я прошу у вас ходотайство, чтобы вы не выносили мне постанову про переноси дела за місцем проживания. Хорошо, чтобы у меня был адвокат. То есть... И мы вызовем тогда как раз того человека, и он тогда скажет на суде, ну, на расследовании справы. Нет, хорошо, хорошо. Ну, правильно, вы его перейдете все, пожалуйста, в этот. Скажите мне, пожалуйста, у меня все равно там камера снимает у вас. Да, ну представьтесь, пожалуйста, або покажите мне свое службовое посвящение. Ну, вы же знаете реально... Скажите, пожалуйста, покажите свое службовое посвящение. КД-2012. Я, честно, вас бы отпустил и попередил, если бы вы сказали мне, что вы действительно порушили, что это было ненавмисло. Давайте не будем разговаривать про то, что не относится нашей... Ну, это не относится. Что вы бы сделали, то вы сделаете. Покажите, пожалуйста, правильно. Я показываю. Покажите, пожалуйста, правильно. Я вам так же само буду показывать посвящение. О, дякую. Коваленко Артем Михайлович, на посаде дорожного инспектора дорожного патрубового службы до 6.08.2017. Доброе, дякую. Что вам непонятно? Вы с фототальством мне не отказываете? То есть все в порядке, да, да, с тем, что я написал свои пояснения? Нет, это же ваши про вас. Вы думаете, что вы самый грамотный? Все вы знаете? Нет, я ничего вам не скажу. Что я самый грамотный или какой-то там, не знаю. Пожалуйста. Можно затонировано грязное стекло, я честно говорю. Ничего не видно. Принципиально не то, что... Подожди, тут как-то вот так. Оно стоит. Ну, я честно говорю вам, что я у вас без... Ну, я видел, да. Ну, когда я ехал, у меня регистратор снимает. У меня есть, да, все в порядке. Все, если у вас есть, то пишите, будь ласка, скаргу на... Скажите, будь ласка, вы написали. Заважайте, пишите. Это относится до вашей, скажем так... До моей территориальности не относится. Не относится, да? То есть вы тут стали бабла сделать, не получается камера, так вы начинаете это. Хорошо, я понял. То есть вы акти ничего не пишете? Есть подраздели, есть... Они отвечают за данную диланку дороги, они пишут приписи на дорожню службу. Дорожня служба, если их не выполняют, на них пишут штрафы. То есть... Вы написали? Я до этой территории не отношусь. Я не працюю в Новгородкевском районе, как инспектор. Я не отношусь до районного отделения ДИН. Что вы тут делаете? Водпрацювание. Проводится проведение профилактических силовых заходов, щодо недопущения аварийности, профилактики порушений правил обгону, перевищения швидкости. С водителями проводится только профилактическая беседа. Но если вам... Я хотел просто по нормальному провести... Это не относится до справы. То, что вы мне рассказываете на данный момент, что бы вы сделали. Винесите. Это не относится до справы. Если вы хотите меня по 22 статье, скажем так, или по 26 статье, попередите, вы пишите постанову, где вы меня попередите по 26. Если вы такие. Если вы там сильно так не будете... Я уже не буду вас попередить. Это 268 статья. Я вам сказал, что это 268 статья. Я вам сказал, что это 268 статья. Что, что? Я вам сказал, что это 268 статья. Не, я же скажу, да. Я знаю, что 268 статья. Можно я переверну? Да, пожалуйста. Только чтобы она не упала туда. Да, я тоже так думаю. Скажите, будь ласка, официальное место работы? 63 статья Конституции Украины. Телефон маете? Нет. Руслан Александрович, ждите, будь ласка, минутку, я заполню протокол. Знайомлю вас протокол. За мной, будь ласка. С вашим. Біля мене. Біля мене складайте протокол, будь ласка. Я відъйду. Протокол складається за місцем своєї правопорушення і присутності лиця, який совершив правопорушення. Будь ласка, я не хочу, давайте я від'їду. Я не хочу, виходить з автомобіля, будь ласка, составляйте протокол присутності лиця. Составляйте. Будь ласка. Я от вас никуда не увижу. Будь ласка. Привігте, будь ласка, по армору і по рубежу транспортування. Меліяновський, через м'який знак. Меліяновський. Анатолій Іван, 40, 23, Валентина Оля. Меліяновський. Дякую. Скажите, будь ласка, що це за вас за технічний засіб такий? Щоб ви не використовувалися на службі? Чим? Перевіряю вас. Оце так положили. Це моя власна річ. А вам можна використовуватися на службі власну річ? А я ж перевіряю вашу машину. Ну і що? А зачем? Кому ви це дзвонили, кому ви казали? Откуда я знаю, кому вы позвонили и передали мои данные личные? Откуда я знаю, на что вы позвонили? У вас нет рации? А тут не бере? Не бере рации? Так это ваши личные проблемы. Ближе к городу бюро отрасли. Так вы можете передавать мои личные данные? Кому? На червовую часть? По наявным базам ДАИ? Да, есть защита персональных данных. Ваш телефон не защищен. Так как рация должна быть защищена. Чего вы порушуете? 111-й наказ? И пользуетесь своими личными? А, так да? Вам по этому самому? Нет, не по этому самому. Я вам ответил, чего я повернулась. Я не разговаривал. А чего вы так? Так вы мои личные данные. Будь ласка, Руслан Александрович, познайомтесь, будь ласка, с протоколом, есть поясненные следки на окремном гарпище. Воно написано. Людина поясняет, что такого-то числа ехал по дороге Кировоград и Кировый Риг на участке керувал автомобилем БАС, рухался со скоростью 70 км на годину и был свидетелем того, как руководитель автомобиля Chevrolet VEA, номер АИ-42-3ВО, обогнал меня, пересекает, при этом, с вашими людьми. Поясня написана у нас нарушение. То есть есть поясненная особенность, это... Куда все интересные езды? По составу. А? Так можно? Тоже ничего вы не порушите, нет? Ну а старые будут лететь одна за одной, я так вижу. Так службу несете по... Гідно статті 63 Конституции Украины, особа не несет ответственность за отмоги дать пояснений против себя, членам своей семьи, около которых визначено чинным законодательством. Гідно статті 268 Кодексу Украины про административные права порушения, вы имеете право знайомиться, задавать вопросы, задавать вопросы, Вместе с правой нужно пользоваться юридической допомогой, допомогой адвоката або и другого фаховца в галузе права, который за законом имеет право надавания правильного документа, а также можете пользоваться допомогой перекладача, если дело ведется, по сути, для вас незрозумелою мову. Также можете сказать мои действия в судовом порядке протяжении 10 дней с момента вынесения постановки, если я ее буду выносить. Все, пожалуйста, можете ознайомиться с протоколом, все свои скарги, побажания, вы можете официально заплатить телефон на горячий день. А он есть? Ну, это пока нет. Почему вы мне говорите, что я могу, но если я не могу? Есть официальный сайт департаменту, есть официальный сайт Кировоградской области, вы можете письмовую скаргу сделать. Есть всякие варианты, не уникает ответственности. Давайте, почитаем. Пожалуйста, читайте, я не против. 25.08.14.27. По такой-то дороге Кировоград Кривориг, Запорожье керували автомобилем Chevrolet таки, сдъяснили обгин, авто, ВАЗ, через оцінную сумму дорожной розмитки один и один. 123.01. В протоколе права я вам разъяснил. Угу. Ну то есть, я думаю, все вы знаете. Доброе. Давайте я напишу свою пояснику. Сейчас я наберу, если можно, да? Напишите, чтобы не написать. Там много не написано. Можете написать, что вы не согласны, потребую юридичной помощи. Прошу резиденту справу, место моего проживания. Ваши дии. Ваши дии. Вы, клопотание мое. Принимаете. Подписывай протоколе. Вы клопотание мое принимаете. Вы, я не ознайомленный с місцем та розглядом справы. З місцем протокола вы не ознайомленный? Нет. З місцем протокола ознайомленный. Ага. Ну. В таком случае, я розгляд справы вам призначу в місті Кировограде через три дня. Не. Да. За місцем проживания, попросу у вас. Ну. 28 числа в місті Кировограде 9 години. Еще раз для справы. Скажите, будь ласка, я попросу за місцем проживания. Даю вам ось все административное клопотание. Сейчас дам вам бумагу. Давайте. А че не дописали, яка частина? Ну я ж не знаю. Щас я подивлюся попросу. По протоколу допишу, что вы там записали. Номер протоколов пишу. И допишу, что я додаю клопотание в письмовой форме до протоколу. Напишу прямо в этом самом. Доброе. Что вам еще треба ознайомить? З чем? Что я прошу в розгляд справы перенести заміс на проживание. Запомните до конца свою эту. Я подойду до вас. Так скажите, будь ласка, меню номер протоколу. Тут треба номер протоколу. И яка частина, что я вообще хороше. Стаття 122 первая. Подожди. Частина первая. Статті 122. Ну да. Хорошо, добре. И номер протоколу сколько? 838 628. Дайте я, будь ласка, в протоколе допишу, что я додаю клопотание в письмовой форме. Я дам. Я ж не відмовляю. 838 дальше? 838 628. Хорошо, спасибо. Товарищ сержант, не знаю, что делать. До старшего ходит. Интересуется. А, он даже звонит. Они не знают, не знают, что я работал. Но вот, там убирали. Объявление. Ничего себе, с какой информацией было. Не боюсь. Он сам сказал, Тимош, подожди. Он сам сказал, что мы тут просто профилактику проводим, деньги беремем, да и все. А тут? А тут ничего особи. Протокол. Протокол? Конечно. А как же? Нет. То есть, чтобы я еще два свитки не запринял. Не, не буду, конечно буду. Вы что, копию протокола, конечно я буду. А как же? Давай, ты допишу, шаг клопотания. А, здесь ручка. Ну и, да. Давай. Так, прогревание. Ты что, не знаешь? Подивися. Бензин отдельно лежит. Да? Да. Ну да, уже тут пишется. так определяется Дмитро Тиме, да? Угу. 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 Потряснения, Вы мне даете? Конечно, а я я. До протоколу, до пояснення. дороги. Да, до побачення. Я еще там заезжу, подивлюсь, яка там линя розмитки была один один, да, насколько вона стерта? Чтобы все было. Продолжение следует...